Впервые в «Видном день здоровья» проводится в таком масштабе. С раннего утра во взрослой поликлинике работали кабинеты, где можно было измерить артериальное давление и сдать кровь на сахар. Особого ажиотажа не было, но кабинеты не пустовали. Уродство. У кого-то был сахарный диабет в ротах? Нет. При заборе анализов медицинские работники давали советы пациентам и желали здоровья. Я давно знаю про сахарный диабет, потому что у меня соседка умерла. Можно сказать, подружка в таком же возрасте, как я. И в общем... Предупреждён, значит, вооружён. Да. Это подкрадывается очень тихо. Чтобы быть начеку и не подпустить к себе болезни, нужно как можно больше о них знать. В рамках этого праздника мы проводим не только лекции, посвящённые сахарному диабету, но и борьбе с курением, здоровому образу жизни, физической активности и другим фактором риска развития сердечно-засудистых заболеваний. Истина здоровья в том, что уделять внимание ему необходимо задолго до появления признаков каких-либо заболеваний. Я думаю, с рождения. Даже не с рождения, а даже когда ребёнок находится внутри, надо смотреть приятные фильмы, мультики и так далее. Это очень способствует дальнейшему развитию ребёнка. Чтобы мама начинала заботиться о том, когда ещё ребёнок внутри утром возрождается, и правильно питаться, вести далёный образ жизни. Сделать зарядку, правильно питаться. И проводился опрос, и когда человека спрашивают на улице, что самое главное для вас, все говорят, кто-то семья, кто-то работа. И только на четвёртом или на пятом месте говорили здоровье. А здоровье, оно действительно самое главное. И если мы для этих маленьких детей не сумеем заложить и сформировать именно в этом возрасте основные понятия, наверное, мы тогда очень долго будем пожинать плоды нашего, наверное, отсутствия образования в плане профилактики здоровья. В детской поликлинике сегодня маленькие пациенты, даже самые трусишки, не боялись докторов. Ведь это были всеми любимые доктор Айболит и специалист по смехотерапии Клоун Алекс. К весёлой гимнастике подключились все, и даже самые важные дяди и тёти делали движения и заряжались позитивом. Ведь хорошее настроение и положительные эмоции тоже залог здоровья. Недаром доктор Айболит сегодня прописал ребятам необычное лекарство. Четыре раза в день хе-хе-хе, шесть раз в день ха-ха-ха и восемь раз в день хо-хо-хо. Жаль, что всего раз в год отмечается День здоровья. Ведь неспроста говорят, было бы здоровье, остальное приложится, ставя эту составляющую нашего существования на первое место. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ.